здравия желаем сегодня мы рассмотрим такой процесс как инерция что такое инерция вот я нарисовал как сумел ну понятно объясню вот это колесо колесо так круг а вот это мотор просто любой мотор может электрический бензин или какой хотите и вал это вал и вот мы раскручиваем мотор включаем его там все телекуда он раскручивается раскручивается и вы видите что чем сильнее он раскручивается тем меньше тратится энергии если он на холостом ходу почему так происходит чем больше скорость кручения тем меньше тратится энергии на его кручения почему так происходит инерция называют а что же такое инерция никто не задумался над этим может и знают но нам-то не говорят что это такое а на самом деле вот что происходит при большой скорости раскручивания от этого маховика колеса значит скорость может быть свыше трех тысяч оборотов даже смотря какое колесо а у некоторых 10 тысяч оборотов происходит что колесо раскручиваясь попадает становится невесовым то есть в этот момент если допустим остановить заглушить мотор здесь заглушили он еще продолжает крутиться почему потому что она теряет полностью вес и становится невесомость то есть колесо то есть инерция это невесомость почему происходит невесомость потому что колесо значит не соприкасается не свой не с воздухом то есть она крутится быстрее тем чем передвигается поток воздуха вот этот вот поток воздуха который нас окружает она крутится гораздо быстрее и получается что она в невесомости почему и происходит инерция то есть инерция это невесомость теряется вес это вот так на космических кораблях показывают то есть если вы раскрутили колесо если она допустим на весу у вас и даже если на весу и да но тем более 3 то есть и даже она по дороге она теряет вес то есть она почти не соприкасается во первых играется с воздухом то есть скорость его вращения быстрее чем скорость передвижения воздуха и почти не соприкасается допустим асфальт если вы на машине ездить по асфальту вот асфальт асфальт тоже не соприкасается то есть значит чтоб попасть в невесомость не обязательно там скорость света то есть ошибка тут скорости света скорость распространения света она не 300 тысяч километров в секунду как этот говорит Эйнштейн а гораздо меньше даже при допустим 10 при 20 километров в час колеса уже наступает инерции то есть уже уже колесо опережает скорость света скорость воздуха окружающей среды то есть она что при она почти не соприкасается нету не трение ничего и становится невесомым какое-то время пока скорость не снизится как только скорость снижается она начинает соприкасаться есть определенная скорость где она очень долго там допустим 15000 оборотов нагонял двигатель и тогда значит что происходит я двигатель включаю на 15000 оборотов на и 3 без всякого мотора то есть если допустим раскрутить какую-то систему не знаю точно сколько ну примерно может миллион оборотов в минуту а может сто тысяч хватит то нет сто тысяч но вряд ли миллион где-то оборотами то получается колесо будет вечно двигаться и не становится никогда так как она стала невесомым то есть инерция 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 это невесомость то есть колесо теряет вес опережая то есть она не вот это вот окружающая среда почти или вообще не соприкасается или почти не соприкасается с колесом поэтому поэтому она движется то есть то есть нет соприкосновения нет трения если бы воздух был 300 тысяч километров в секунду как говорит этот инстейн там то это не случилось то надо было тогда набрать что получить инерцию надо было набрать хотя бы 400 тысяч или то 350 тысяч в секунду то есть бешеные обороты потому что бы скорость то потому что бы колесо не смогло опередить а так она опережает скорость атмосферы скорость света скорость вот этих ну это их что у нас тут не просто пустота мы же не в пустоте живем воздух эфир то есть электричество это электричество в принципе вокруг нас окружают заряды электрические вот электрические заряды не знаю электрические заряды везде и поэтому как говорится мы их можем собирать они просто как сказать почему мы не можем так напрямую брать эти заряды потому что их каждого заряда емкость каждого заряда ничтожна очень маленькая для этого придумывают всякие приспособления вот допустим там генератор потом собирают на солнечную панель собирает элементы перед е там и так далее тогда ветрогенератор чтобы собрать почему применяется магниты магниты собирают свойство магнита значит вот эта энергия не входит в магнит как ходит металл она собирается круг магнита и вот отсюда уже черпаем энергию то есть но это другая тема главное что мы выяснили что инерция это невесомость то есть чем выше скорость тем большее время колесо или другой предмет находится в невесомости также когда вы разгоняетесь и летите допустим вы также в невесомости какое-то время поэтому понятное дело что все вечные двигатели это чисто тут только чисто технические проблемы надо преодолеть то сделать делать смело и как говорится без всякого этого самого то есть все это сходится с реальностью вот что я хотел вам сегодня сказать что инерция это невесомость и что скорость света не 300 тысяч метров в секунду скорость вот этого передвижения этих электронов атмосферы эфира а гораздо меньше если было 300 тысяч надо было 300 тысяч больше 300 тысяч чтобы получить инерция мы получаем инерцию даже когда от разогнались и прыгнули уже по энергии летим загнались допустим до 15 километров сейчас человек бежит и прыгает скорость получается скорость света очень низкая очень низкая и скорость вот это вот свет это свет этой энергии вот скорость этой энергии очень низко если допустим ветер она еще может быстрее а когда ветра нет она вообще стоит просто может даже стоять или помещение закрыто она там стоит никакой скорости нет на этом как говорится обзор заканчиваем до следующих встреч там уже буду сейчас зарезаю зарезаю батареи сейчас буду пробовать еще на это через они стараюсь . до свидания